По дарункам Жахарам Лиды до Дня Незалежности, 80-ти годы вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников, стал новый путепровод Прасчигунку. Он связал центр города с трьма великими жилыми микрорайонами, один из которых протягивает будоваться. Гэты объекту Лиды вельми чакали. Пытання на конт ягу будовництва подымалась аще в 2010-м годе. Тады в райцентры ишла подрыхтовка до республиканских дожынок. Востро отчулася потреба у реконструкции улицы Червоно-Армейской и у звездений на ее путепровода, коли почав расти новый микрорайон «Поуноч». И значительно взросла интенсивность руху транспорту. У годзины пика автомобилистам доводилось стоять у пробках. Работы почались в листопаде минулого года. Будовникам отводилось 13,5 месяцев. Однако задачи они справились за 8. Изробили подарунок личанам не до нового 2025 года, как было продуглежено проектом, а до Дня Незалежности. Благодаря решению президента и определению 11 городов ускоренного развития, куда вошла элита, элитский район получили новый импульс в развитии. Это опережающими темпами строится жилье, социальные объекты, создан более благоприятный инвестиционный климат. И понятно, что мы параллельно должны активно развивать инфраструктуру, для того, чтобы создать максимально комфортные и максимально безопасные условия для жизни людей. И вот сегодняшний мост, долгожданный мост, я к этому подтверждение, что мы правильно всё делаем. За 8 месяцев был узведенный путепровод, реконструированный чегуночный переезд, поширена проездная частка в улице, zrobлены тротуары, велодорожка, припыночные пляцовки, озеленение и вонковое осветление территории. Попереднее проведена работа с инженерными сетками. На всё пошло около 20 миллионов рублей. Увы, не кубдауництва объекта, интенсивность руха автомобильного транспорта за годину на участку в улице Червоно-Армейской, где я ещё не давно водители стояли у пробках, взросла до 1600 одинок. Открытие путепровода стало соправдной подеей для Лиды и Ежихару. Путепровод открыт! С праздником! С новой ступенью роста! Очень рады! Очень рады тому, что, в общем-то, наконец-то открыл мост через такого, в общем-то, прекрасного праздника. Потому что это действительно соединило две части нашего города. Мы были какое-то время отрезаны от этого. Спасибо огромное, хочу сказать, нашему, в общем-то, руководству города, за то, что приняли все меры для того, чтобы создать для нас эти удобства. Спасибо огромное! Очень ждал. Наконец-то его открыли, будем ездить. Станет намного меньше пробок, быстрее будем добираться из района на район. Мост, конечно, нужен. Сильно разгрузить инфраструктуру города. Ну и нам, как велосипедистам и пешеходам, конечно, будет сейчас чисто проще. И доволен, что сделали. И намного проще будет добираться на работу, с работы. Я думаю, что все торжествуют по этому поводу. Я водитель, и пешеход, и велосипедист. Я очень рад, что этот мост, наконец-то, помог даже нашему городу улучшить все условия для передвижения. И я горжусь, что наши государства и правительства так все красиво сделали очень быстро. В 2025 году, после завершения будовництва первого квартала микрорайона «Полночь» с уликами насельства суседних микрорайонов «Гастелы» и «Червоноармейский», у полночной части Лиды будет около 40 тысяч человек. Это лично, никого не промушая задуматься, на во-шторой центру был необходимый путепровод про щегунку. И чему городжане готовы были терпеть незручности в связи с его узведением. Продолжение следует...